В детской художественной школе всегда царит атмосфера, которая даёт возможность отключиться от суеты и побывать совершенно в ином мире. Здесь проходят не только выставки работ юных художников. Своё мастерство демонстрируют студенты и преподаватели кафедры дизайна и изобразительного искусства Анапского филиала Московского государственного гуманитарного университета имени Михаила Шолохова. Мысли творчески одарённых людей. Именно так можно назвать эту выставку, где работа каждого автора несёт в себе особое дыхание жизни. За плодотворное сотрудничество директор Анапского филиала Елена Некрасова поблагодарила администрацию детской художественной школы, вручив благодарственные письма. Чтобы студенты могли создавать собственные шедевры, педагоги стараются максимально одарить их своим творчеством. Вы, я думаю, в течение небольшого времени, охватив взглядом эту выставку, сможете иметь представление достаточно обширное. Каково же художественное творчество? Куда может залететь мыслью творчески одарённый человек? Графика. Хорошая возможность выделиться, заинтересовать, преподнести себя. Станковая графика, ушедшего из жизни члена Союза художников СССР и Казахстана Геннадия Завизионного, свидетельство темперамента и характера автора. Преподаватель Виктория Ковалевская старается привлечь зрителя необыкновенной красотой натюрморта. Заставить человека думать и размышлять о красоте окружающих его вещей, привычных взгляду различных предметов. Этюд написан у меня один с натуры, мы были на этюдах, на плату Лаганаки. Ну вот такая вот плоскостная, одновременно глубинная живопись мастихина. Но ещё я представила свою графику, это краткосрочный учительский рисунок. Я его выполняю за 30-40 минут вместе со своими студентами. Своё авторское видение мира представил заведующий кафедры дизайна и изобразительного искусства Арслан Бектагиров. Его работы «Раненая птица» и «Полёт мыслей» – яркий пример того, что современное искусство многообразно. Оно уникально, эмоционально и удивительно индивидуально. Живопись из Ники светится солнцем и веет теплотой. С тех давних пор, как человечество придумало тканную одежду, приёмы ручного ткачества практически не изменились. А более тщательно их поможет освоить доцент кафедры дизайна и изобразительного искусства, кандидат педагогических наук Ирина Леонова. Я сколько себя помню, мы вот это делали. Мы сами это делали с детства. Поэтому я фактически всю жизнь этим занимаюсь. Ни один эскиз не рождается просто так. Это череда мыслей творческих, поисков творческих. Преподаватель Татьяна Кардашева – архитектор, который любит не только проектировать, но и заниматься рукоделием. Ею связаны вот эти романтичные, по-особому нежные вещи. Ещё одна работа, которая представляет художественную ценность – «Велосипед». Арт-объект Виктория Ковалевская создавала, опираясь вот на эти стихи. В нём воплощена фантазия автора и её мысли, которые иногда так тянут в прошлое. По словам посетителей выставки, в каждой работе окрылённая душа творца. Творить – значит радоваться жизни. Эту простую истину подтвердил и художник Дамир Кривенко, сказав простые слова. «Когда я работаю, я рисую. Когда я рисую, я отдыхаю». Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анна Порегион.